Друзья, всем привет! С вами Артем. И сегодня у меня на канале выходит, пожалуй, самое ценное видео, касаемое получения визы в США. И сегодня я буду разбирать посольство, в котором в 2016 и 2017 годах не было вообще отказов. В 2018-2019 году были отказы единичные, и вот сейчас та статистика, которая была собрана за январь и февраль месяц 2020 года, она, по сути, перед вами на экране. 55 одобрений и 0 отказов. Что это за посольство, что это за статистика, дальше по видео. Давайте будем по порядку идти. Как я уже сказал, в 2016 и 2017 году в этом посольстве не было отказов гражданам следующих пяти стран, которые вы видите сейчас на экране. России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Да, вот здесь я хотел бы сделать такую важную вставку. Гражданам Кыргызстана до сих пор нет никаких запретов на туристические визы. Это очень важно понимать, потому что если в миграционном плане граждане Кыргызстана сейчас лимитированы наряду с другими шестью государствами, то именно в туристическом плане никаких ограничений на визы для граждан Кыргызстана нет. И забегая вперед, хочу сказать, что именно 55 граждан вот этих пяти стран в 2020 году в этом посольстве получили визы. 55 человек никому отказа не поставили. Это особенно ценно, учитывая то, что сейчас, допустим, куда бы ни поехали, будь то любое посольство США в странах бывшего Союза, либо даже в Европе, отказы случаются и довольно часто. Давайте посмотрим, что у нас идет дальше. Итак, в 2018-2019 году стали появляться отказы в этом посольстве. Мы действительно сначала не могли понять, почему. Потом мы поняли причину и начали корректировать действия, что помогло улучшить статистику. Но самое приятное началось именно вот после Нового года, да, январь и февраль. И та статистика, которая была получена именно среди зрителей и подписчиков моего канала, а если вы посмотрите на канал, сейчас подписаны более 107 тысяч человек, больше половины всех подписчиков это те люди, которым интересно США и получение виз в США. Это, так скажем, целевая аудитория моего канала и, пожалуй, самое большое количество просмотров было получено именно благодаря тем видео, которые YouTube оценил как лучший в данной тематике. Итак, вот здесь я еще раз акцентирую внимание, что статистика за январь-февраль 2020 года, а именно за предыдущие два месяца, 55 одобрений из 55 подач. Именно эта статистика заставила меня сейчас включить эту запись этого видео и поделиться со зрителями канала, которые получают отказы. Довольно-таки много присылают запросов. Ну вот опять же, более, наверное, трех сотен запросов было прислано, опять же, за предыдущие два месяца. Это именно от тех людей, которые получали отказы в таких городах, как Киев, Астана, Алмата, Минск, Ташкент и так далее. Вот. Идем дальше. Что я решил сделать? Поскольку, ну, я думаю, пришла пора озвучить это посольство, кто подписан на мой канал уже знают об этом посольстве, я снимал видео. Это посольство в Индонезии, а именно в Сурабае. И именно не посольство, а генеральное консульство, потому что посольство США в Индонезии находится в городе Джакарта, и это не то место, куда имеет смысл ехать за визой. А вот в Сурабае, это еще один город на том же острове, крупный город на острове Ява, где открыто генеральное консульство США, США, где как раз-таки вот эта вся статистика, и получается, еще раз отметим, 55 одобрений из 55 подач. Что вот это такое? Апрель группа первая, май группа вторая, июнь группа третья. В связи с тем, что ко мне начали поступать запросы на персональное сопровождение личное, раньше это было онлайн, а сейчас, ну, даже больше десяти, я хочу сказать, человек, подписчиков моего канала хотят, чтобы я лично сопроводил полностью весь процесс и заполнение анкеты, и лично, чтобы вживую прям подготовил каждого человека на подачу визы, и помог в получении визы. Как раз я сформировал три группы, точнее, еще не полностью они укомплектованы, они сейчас укомплектовываются, и в каждой группе, я вот здесь сделаю пометку, мы формируем 20 человек, группы по 20 человек, именно с тех пяти стран, которые вы видели выше, еще раз перечислю их, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. К сожалению, нет возможности у граждан Грузии, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана подать в данном посольстве, именно вот в рамках, в формате поездки в Индонезию. Я дальше объясню, почему это так. Сейчас пока самое главное, что необходимо знать, только вот эти пять стран, они имеют возможность сейчас получить визу в Сурабае, на острове Ява, в стране, которая называется Индонезия, в рамках вот этих групп. То есть, это видео, оно будет наиболее актуально для людей, которым нужно получить визу с апреля по июнь. Апрель, май, июнь. Дальше. Что сюда вообще, в какие преимущества в этом? Во-первых, как я уже сказал, личное сопровождение, я буду ввести эти группы вживую. Фактически, эта поездка будет со мной в команде. Дальше. Постоплата. Что такое постоплата? Это означает, что оплата за мою поддержку, за мое сопровождение осуществляется после того, как виза будет уже в вашем паспорте. Виза в паспорте. После того, как виза будет одобрена, тогда можно будет оплатить. До того, как виза одобрена, я ни с кого ни копейки не возьму денег. И опять же, эта опция, она стала возможна благодаря той статистике, которую я дал, и благодаря моему личному пониманию и уверенности, как помочь человеку получить визу в США именно через данное посольство. И готовая виза. Еще раз. Шаг первый – это личное сопровождение. Шаг второй – это постоплата. И постоплата – это, конечно же, за шаг третий, уже когда виза получена по факту. Это для многих является актуальным, потому что сейчас действительно много, кто предлагает свою поддержку, помощь, кто-то помогает заполнять анкеты, кто-то помогает, дает рекомендации по интервью. Ну, как правило, все хотят, все вот помощники, все ассистенты, все эксперты хотят получить деньги сначала. Как вы видите, в данном случае оплата, возможно, после получения визы. И я это делаю, учитывая тот фактор, что, во-первых, статистика, она приближена к 100%. Второе – то, что в Индонезию я уже ездил много раз и я смогу сопроводить лично всех, кто едет с этих пяти стран, кому актуальна виза в США. И именно в рамках поездки, в рамках группы можно максимально полноценно подготовить каждого человека, будет из 20 человек в группе, к получению визы. И давайте посмотрим ориентир по общим расходам, а потом еще посмотрим, как отправить заявку. Вообще сам тур, ну, скажем, на Бали, да, в Индонезию, он стоит 930 долларов. Это если вот ориентир по общим расходам в группе. Если вы сейчас посмотрите, откроете сайт авиабилетов, проживания, отелей и так далее, то, скорее всего, у вас вот эта вот цифра, она будет выше. Почему она такая невысокая? Потому что это в рамках группы. А в рамках группы всегда цены ниже и путешествовать выгоднее. Теперь консульский сбор – это тоже является непременным атрибутом. Оплата 160 долларов за подачу на визу в США и полное сопровождение 490 долларов. Теперь, как все это оплачивается? Естественно, тур на Бали, он оплачивается перед путешествием. Консульский сбор, он оплачивается непосредственно на острове, да, на острове либо Ява, либо Бали. И, в принципе, на любом острове в Индонезии можно оплатить консульский сбор, потому что он оплачивается через банк. И это делается в процессе. То есть давайте вот это мы вот так отметим. Это перед, это в процессе. А полное сопровождение, оно оплачивается после получения визы. Вот именно такая раскладка по общим расходам в этой поездке. Таким образом, у нас получается, если мы смотрим, сколько же все мероприятие будет стоить, путешествие плюс виза, это 1580 долларов. Что сюда не включено – это питание. При том, если, допустим, мы берем в отелях будет завтрак, то есть одноразовое питание, да, в отелях завтрак, то обеда и ужина включенного не будет. Но, опять же, если мы берем в Индонезию, то, соответственно, расходы на питание, на обед и на ужин, они минимальные. То есть если мы берем, что у нас тур занимает 10 дней, то расход на питание, опять же, если это базовое питание, там, простое, да, то это порядка 100 долларов. То есть исходя из 10 долларов в день. Если это там рестораны, там, лобстеры и так далее, то это уже будет 300-400 долларов, когда именно такое питание высокого уровня. Так, раскладку я по ценам дал. Еще раз пройдемся с самого начала. То, что в данном, в данное время, в данный момент лучшее посольство США – это, естественно, Сурабая, остров Ява. Просто потому, что там вот такая статистика за январь, за февраль. Здесь я уточнил, для кого это актуально, не для всех. А дальше то, что, соответственно, этот тур можно взять для жителей, опять же, вот этих пяти стран. Вылет осуществляется, опять же, из столиц и из Москвы, из Киева, из Минска, из Алматы, из Астаны. Притом из Астаны и из Алматы – это в Казахстане две такие опции, да. И из Бишкека – это для граждан Кыргызстана. Вот они даты. Да, кстати, я здесь не уточнил, что это именно 7-17 апреля. Это 7-17 мая. А это 7-17 июня. Вот такие даты для того, чтобы уже кому актуально поехать в группе, могли планировать время. Теперь, как подать заявку? Давайте посмотрим. Заявка происходит по e-mail. Вы просто пишете письмо по вот этому адресу с вот этой темой – визовый тур. В тексте вы рассказываете о себе, о ситуации, то есть обязательно нужно будет расписать. Это первая ваша подача, первая поездка, либо у вас уже были отказы. Если да, то необходимо расписать, как, при каких обстоятельствах и где. Ну и также обязательно упомянуть, какие поездки уже были. И третье – это номер Telegram. Для чего? Для того, чтобы мы могли с вами связаться и помочь забронировать тур в группе на март, то есть на март, на апрель, на май, либо на июнь. Пока это только три возможности. И, соответственно, в данный момент свободные места пока есть в каждой группе. Ну вот апрельская, она уже наполовину заполнена, группа. Амарка, а майская и июньская примерно на четверть. Соответственно, пока места есть, но я могу сказать, что в течение недели-двух, скорее всего, апрельская группа уже полностью укомплектуется. А группы на май и июнь будут, если не полностью, то там на 80-90% уже забиты. Вот, поэтому, кому актуально именно вот в эти три месяца получить визы, имеет смысл отправить заявку и запланировать эту поездку. Друзья, на этом у меня вся информация, надеюсь, она была полезная и для многих эта возможность будет непременно являться очень хорошей новостью. Ну, а мы с вами встретимся в новых видео. Успехов и до скорых встреч!